Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Моя сегодняшняя гостья утверждает, что многие верующие пытаются сделать Иисуса всепобеждающим. Но есть нечто лучшее, чем вера в Мессию, а это исцеление. Моя гостья выяснила, что учить о евангелизме и исцелениях довольно-таки просто. Вы хотите узнать, насколько это просто? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. А вы знали, что у вас есть замечательное наследие? Прадед Наташи был единственным христианином в семье. В бывшем Советском Союзе 70 лет господствовали атеизм и коммунизм. Скажите, а во сколько лет вы в первый раз увидели Библию? Я думаю, вы были достаточно молоды. 28 лет. Я выросла при коммунизме. Именно в этом возрасте Наташа впервые открыла Библию. Ей было почти 30 лет. Она росла атеисткой. Она не понимала людей, верующих в Иисуса. Но ее прадед раз в неделю собирал вокруг себя всю свою большую семью. И какую книгу он им читал? Он доставал свою большую Библию, открывал ее, надевал свои большие очки и начинал водить пальцем по страницам. Он читал им Библию. Об этом мне много раз рассказывала бабушка, его дочь. Когда я была маленькой, я гостила у нее каждое лето. Она часто рассказывала мне о своем отце. И поскольку я выросла при коммунизме и не знала Бога, я думала, что все это она просто придумала. Мне казались странными эти истории. Но когда я стала христианкой, тогда я родилась свыше. Первой вещью, о которой напомнил мне Святой Дух, были именно эти истории. Я знала, что каждый раз, когда мой прадед это делал, происходило чудо. Потому что он был неграмотным, он не знал алфавита и не мог читать газеты, в которых печатали речи Сталина. Но каждое воскресенье он открывал Библию, вокруг него рассаживались всего 11 детей. И он, представляете, чудесным образом читал им Священное Писание. Однажды у бывшей коллеги Наташи Аллы, которая тоже была, к слову, атеисткой, обнаружили опухоль мозга. И вот Алла позвонила вам. И что же интересного она сказала? Она пригласила меня к себе в гости. До этого мы с ней не виделись уже где-то год. И вот я пришла к ней, и она начала рассказывать мне об Исусе. Она рассказала мне, что с ней случилось. У нее нашли опухоль мозга. Но медицина в Советском Союзе была очень плохой, поэтому ей только сообщили, что у нее опухоль, от которой она умрет. Врачи никак не могли ей помочь. Она начала ходить по экстрасенсам. Последним человеком, к которому она обратилась, была ее тетя, которая была тайной Пятидесятницей. Тетя Алла отвела ее в свою церковь, и там она обрела в своем сердце Иисуса. Это произошло прямо на глазах у других верующих. Ее опухоль пропала, боль исчезла, и она исцелилась. На следующий день она взяла в свои медицинские бумаги и отправилась к врачу. Она попросила провести диагностику, и врачи были потрясены. Алла, она полностью была исцелена. Врачи были удивлены. Это было чудо. О чем вы подумали, когда она рассказала вам свою историю? Я решила, что произошло то, что сказали ей врачи. Они сказали ей. Иногда происходят необъяснимые вещи, но это не может быть Бог, потому что Бога не существует. Именно так я ей сказала. Я сказала ей, не говори мне про Иисуса. Это мифический персонаж. Именно так было сказано в советской энциклопедии, которую вы могли найти в любой библиотеке Советского Союза. Я сказала, что все это сказки. Но она дала вам почитать христианский журнал. Вы не выбросили его, потому что в те времена в Советском Союзе любой журнал был дефицитом. Она дала мне этот христианский журнал. Он был на русском. Его нелегально отправляли в Советский Союз русские баптисты, которые сами находились в Калифорнии, в Сакраменто. Я взяла у нее этот журнал и сказала, не звони мне больше, потому что я не хочу ничего слышать о Боге и об Иисусе. Он тебе помог, и ладно, я в него не верю. Потом я добавила, если я захочу, я с тобой пообщаюсь сама. Зайду, когда захочу. Кстати, а вы не знаете, о чем подумала Алла, когда вы уходили от нее? Да, она потом рассказала мне об этом. Она сказала, когда за тобой закрылась дверь, я начала молиться. Я сказала Богу, Боже, ведь Наташа попадет в ад, и ей никак не помочь. Она думала, что я навсегда потеряна для Бога, потому что я очень упрямый человек. Она думала, что я никогда не приму это как истину. Я прочитала этот журнал от корки до корки. Это было первое христианское издание, которое я увидела в своей жизни. Я решила написать небольшое письмо его редактору. Я написала, мне 29 лет, я атеистка, я не верю в существование Бога. Если он существует, то приведите мне доказательства. Затем я перечитала в письме все вопросы, что у меня были, я отправила это письмо. Как раз в то время к власти пришел Горбачев. У нас появилось больше свободы. Но с СССР все еще была закрыта и страной, и КГБ читало каждое письмо. И думаю, мое тоже прочло. Но, к моему удивлению, через два месяца я получила посылку. Я открыла ее. Именно тогда я впервые взяла в руки Библию. Это была небольшая синяя книга, и она была на русском. И знаете, что я осознала? Вы можете жить во лжи. В вашей стране могут 70 лет промывать мозги. Вам могут говорить, что Бога не существует. Вы можете не знать истины. Но если вы ищете истину и вдруг находите ее, вы тут же понимаете, что это истина. Я поняла это, как только открыла Библию. С первой же страницы, с первых слов. Вначале сотворил Бог небо и землю. Во мне что-то произошло. Все это показалось мне таким знакомым, хотя я никогда прежде не видела этой книги. Казалось, что каждая клеточка моего тела отвечала на эту истину. Тогда я не знала, что это было. Но это Бог стучался в мое сердце и пытался явить мне себя. В той посылке лежала Библия, несколько христианских брошюр и еще кое-что. Я никак не могла понять, зачем мне прислали 10 экземпляров одного и того же выпуска христианской газеты. Когда я принесла эту посылку с христианской литературой, положил ее на стол и стала читать эти журналы и газеты, в комнату вошел мой отец. Он был политруком в Советской Армии и обучал людей идеологии коммунизма уже 28 лет. И вот он пришел домой и увидел у меня всю эту христианскую литературу. И он очень разозлился. Он сказал мне, ты должна избавиться от этих книжек, потому что за это к нам могут прийти и арестовать нас. Поэтому избавляйся от этих книжек. Я не знаю, о ком именно он говорил. В нашей семье все любили читать. У нас было много книг. Это были Достоевский, Чехов, Пушкин. Поэтому я поставила эти брошюры между нашими книгами, а одну из газет я спрятала у себя в комнате. А девять остальных я унесла из дома. Мы жили в многоквартирном доме, и я положила их в почтовые ящики наших соседей, потому что в Советском Союзе ничего не было принято выбрасывать. Ведь мы жили во время дефицита. Мы не выбрасывали газет. Поэтому я просто положила их в почтовые ящики. А я все еще была атеисткой. Я решила, пусть к ним тоже придут, тогда нам будет не так скучно ехать на поезде в Сибирь. Вот что я думала, когда раскладывала эти газеты по ящикам. Итак, в жизни Наташи произошло настоящее чудо. Через два месяца после того, как она послала свое письмо в Америку, даже не надеясь, что оно достигнет адресата, ей внезапно ответили. Ей прислали письмо и два предложения, которые были там написаны. Полностью преобразили жизнь Наташу. Вы будете очень удивлены, когда их услышите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Это сверхъестественно. Мы в нетерпении. Наташа, расскажите же нам, что за письмо пришло к вам из Америки, когда вы написали письмо и даже не ожидали получить ответ. Это произошло через два месяца после того, как мне пришла та посылка. Та баптистская миссия из города Сакраменто была очень щедрой организацией. Они стали каждый месяц присылать мне посылки с новыми выпусками журналов, брошюрами и очередными десятью одинаковыми газетами. Вы опять бросили их в почтовые ящики? Да, я так и сделала. Она стала евангелисткой. Да, я не знала этого. И вот однажды я получила письмо. В адресе отправителя было указано Сакраменто, Калифорния. Но его прислал мне человек с американским именем. Я прекрасно помню это имя, Патрик Пенок. Хоть мы с ним так и не встретились, он написал мне, что он христианин и как-то зашел в русскую церковь, расположенную недалеко от его дома. И вот он зашел в церковь и стал изучать стенд с книгами на русском. Рядом стоял русский по имени Николай. Они познакомились, и оказалось, что Николай был редактором того журнала, в редакцию которого я написала письмо. Они разговаривали, и тут Николай достал из кармана своего пиджака мое письмо. Он сказал этому американскому верующему, «Эта девушка, атеистка, ей 29 лет, и она не верит в существование Бога. Пожалуйста, помолитесь за нее». И я отдал ему мое письмо. Когда я прочитала письмо Патрика, оно очень тронуло меня. Он был американский верующий. А этот редактор, он не выбросил моего письма. Он носил его с собой и дрожил им. Это означало, что кому-то была важна моя жизнь. То есть какие-то американцы очень хотели мне помочь. И два последних предложения этого письма окончательно переполнили меня радостью. Он написал мне, «Я хочу рассказать вам, что я молюсь за вас. Бог любит вас». Именно так он и написал. Часто мы просто завершаем такими предложениями письмо, даже не задумываясь об их смысле. Но именно эти два предложения, они удивительным образом изменили мою жизнь. Я была поражена, когда я читала эти слова, обращенные именно ко мне. Это было удивительное чувство. Что вы почувствовали? Я почувствовала любовь. Где-то жил человек, которого я считала врагом. И вот я узнала, что он молится за меня, заботится обо мне и хочет для меня самого лучшего. А еще он написал, что Бог любит меня. К тому времени я прочитала уже много христианских изданий, и на последней странице каждого из них была молитва Господу. И у меня появился вопрос, а что если Бог существует? Я попробовала помолиться, а вдруг... Для верности. Я прочитала молитву о том, что Бог любит меня, и эта мысль буквально засела у меня в сердце. Я была очень рада этому, и сразу же побежала к телефону, чтобы позвонить своей подруге Алле. Та, что говорила, что вы пойдете в ад? Она считала, что у меня нет никакой надежды. Я позвонила ей и сказала, Алла, «Алла, представь себе, мне пришло письмо из Америки. Один американец написал, что Бог любит меня. Он молится за меня. Я хочу показать тебе это письмо. Я даже переведу его для тебя». Но она не проявила особого энтузиазма. Она считала, что у меня нет совсем никакой надежды. Она сказала, «У меня нет времени, завтра воскресенье, я собираюсь в церковь». И тогда я спросила ее, «А можно мне с тобой пойти в церковь? Я покажу тебе это письмо». Надеюсь, вы поняли. Та женщина была так уверена, что Наташа попадет в ад, что не хотела этому мешать. В итоге она согласилась, мы встретились с ней на следующий день. Пока мы ехали в автобусе, я перевела ей письмо. И вот мы добрались до церкви. Это была пятидесятническая церковь с большой историей. Ей удалось пережить все гонения. Мы сидели на балконе, и во время службы мои глаза внезапно открылись. И я поняла, что Бог действительно существует. Я плакала и шепотом говорила с Богом. Я говорила, «Боже, я не верила, что Ты существуешь. Если бы я знала об этом, я бы следовала за Тобой. Мне жаль, что я о Тебе ничего не знала. Прости меня за это». А потом нас позвали к алтарю. Там я встала на колени. В этой церкви была такая традиция. Я знала, что я ощущаю Бога. Я плакала. И я постоянно повторяла одни и те же слова. «Иисус, я знала, что Ты существуешь. Я очень сожалею об этом». Потом пастор этой церкви помог мне. Он показал мне, как надо молиться о покаянии. И когда я встала с колен, я внезапно осознала, с каким временем я жила до этого. Когда я встала, мне показалось, что меня покинуло бремя всего мира. Я ощущала мир, радость и легкость. Я полностью преобразилась и стала абсолютно новым человеком. Моей следующей мыслью было «Надо бежать домой и рассказать об этом родителям». Они будут очень рады услышать о том, что Бог, что Бог существует действительно и что Иисус, Он есть. Вскоре после того, как Наташа обрела веру, ее взяли на работу переводчиком. И тогда она услышала откровения, о котором не слышал ни один, только что родившийся свыше верующий. Она узнала, что может совершать чудеса так же, как это делали люди в телевизоре. Она не знала, что способна на такое. Она думала, у тех людей есть особое помазание от Бога. У Наташи было одно из самых удивительных откровений, которое когда-либо было у христиан в Америке. Мы к вам скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Иногда кажется, что за всей ежедневной ручиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. Или вы едете на работу, трудитесь восемь, девять или десять часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Это сверхъестественно. Наташа, вы рассказали мне, что цель вашей жизни — сделать Иисуса всепобеждающим для других людей. Почему вы этого так хотите? Потому что сама я долго отрицала благую весть. Я отрицала Иисуса, я отрицала Бога. Поэтому своим сердцем я хочу, чтобы другие лучше понимали Бога. Если Иисус будет для них всепобеждающим, то они смогут ответить на Его любовь своей верой. И тогда, вот тогда-то начнут происходить чудеса. Когда вы родились свыше, поскольку у вас был талант к языкам, вы стали переводчиком Тиэлл Осборна и его дочери Ладонны. Вы много раз переводили Ладонну. Какое откровение вы переняли от Тиэлл Осборна и от его дочери? Что вы узнали благодаря работе у него? Он ведь муж Божий. Самое великое откровение, которое я переняла от него, было такое. Сила не в вас. Не в вас находится великое помазание дары. Вы просто должны знать послание, потому что вся сила заключена в послании. Апостол Павел сказал, «Я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Если вы знаете послание, если вы знаете истину, если вы знаете благую весть, если вы верите, то это и приведет вас к величайшим чудесам, преображениям и к исцелениям». Вы сами, того не подозревая, смотрите сейчас на первую женщину-епископа на территории бывшего Советского Союза. Она посетила 36 тысяч деревень и сел. Расскажите нам, пожалуйста, теперь о русских бабушках. Бабушками в России называют пожилых женщин. Их жизнь обычно очень тяжела. То корова заболеет, то муж запьет и поколотит их. Поэтому таким женщинам очень нужно послание. Им нужна истина, им нужен Бог, который им поможет, повлияет на их мужей, освободит их от алкогольной зависимости и исцелит их коров. То есть им нужны чудеса. И у нас были случаи, когда Бог исцелял даже животных. И тогда коровы будут давать лучшее молоко. О, одна бабушка даже сказала, что ее корова теперь христианка. Нам надо ускориться. У Наташи было видение. Я хочу, чтобы сейчас вы посмотрели в камеру и рассказали нашим зрителям, что вы увидели в своем видении. Когда-то у меня было видение. Я стояла у креста, на котором был распят Иисус. Я стояла у подножия креста и посмотрела вверх, чтобы увидеть его лицо. И тут мне показалось, что крест улетает прямо в небеса. И я не увидела его лица. Я увидела только его ноги. Они были все разодраны, все в крови. И тут я увидела, как с его тела упала большая капля крови, и она застыла в воздухе. Я смотрела на нее, и тут услышала голос Божий. Он сказал мне, «Ты понимаешь, что одной капли крови Иисуса будет достаточно, чтобы справиться с грехами всего мира?» А сейчас Он пролил всю свою кровь, всю, до одной капли. И тогда я подумала, вот оно, вот оно, вот что изменяет жизнь верующего. Отец, я взываю к Тебе во имя Иисуса. Пусть все люди, которые не знают Тебя, начнут думать, что знают Тебя. Я молюсь о том, чтобы Ты явил им Себя и Свою любовь, чтобы они поняли все страдания и ту цену, которую заплатил Иисус. Это было сделано не для всех людей в мире. Эта цена была заплачена только для вас. Вся Его кровь была пролита только для вас. Его жертва предназначалась лично для вас. Поэтому ответьте Ему своей верой. Примите Его своим сердцем как Господа и Спасителя вашего. Я говорю всему миру, Иисус – это мой Господь. Аминь. Аминь. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самому создать в себе самому дабы создать в себе самому одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, меня зовут Дэвид Эрнандес. Я приглашаю вас посмотреть программу «Это сверхъестественно», где я расскажу вам, как вы можете перейти на новый уровень общения со Святым Духом. Это поможет вам?